Все, что известно о Генри Хадсоне, укладывается в несколько страниц текста. Этот неутомимый следователь Севера всего за несколько лет осуществил четыре дерзких экспедиции. И кто знает, если бы судьба к нему была более благосклонна, то на карте мира имя Хадсона встречалось бы чаще, чем сегодня. Точное место и дату его рождения история не сохранила. Более того, достоверные факты его биографии относятся только к четырем последним годам жизни. С уверенностью можно утверждать лишь то, что Генри Хадсон был англичанином и к 50 годам имел репутацию опытного мореплавателя. Но собственного судна так и не нажил и капиталом не располагал. Не имея средств на снаряжение экспедиции, Хадсон обратился за финансовой помощью в лондонскую компанию, которая торговала с Россией, Китаем и Японией. Он заверил купцов, что найдет короткий путь из Англии в Китай через Северные моря. Вот такая у него была идея. В 1607 году парусное судно с многообещающим названием «Добрая надежда» покинуло Англию. Через месяц Хадсон достиг восточных берегов Гренландии, который сейчас называют землей Гудзона. Не обнаружив пути на север, мореплаватель направился к Шпицбергену, но путь преградили льдины трехметровой толщины. Старое парусное судно буквально трещало по швам. Хадсону пришлось вернуться домой. Лишь полтора века спустя моряки отважатся повторить его путь и дойти до этих северных широт. Но первое плавание Хадсона не прошло даром. Команда обнаружила множество китов, тюленей и моржей, тем самым было положено начало богатейшему промыслу в арктических водах. Уже через три года каждый сезон там промышляло более 200 китобойных судов. Разгорелась даже китобойная война. За преимущественные права на этот промысел сражались Англия и Голландия. В 1608 году Генрих Хадсон опять вступил в спор с северными морями, но негацианты поскупились на оснащение корабля, и капитану снова пришлось вернуться ни с чем. После двух неудачных попыток англичане потеряли интерес к поискам путей в восточные страны, но герой этой истории не думал отказываться от своей мечты. Он пришел на службу в торговую компанию, принадлежавшую Голландии, и в апреле 1609 отплыл из Амстердама. Вскоре судно было уже возле новой земли, но матросы, привыкшие к теплым морям Ост-Индии, заявили, что не в силах выносить жуткий холод. Тогда мореплаватель решил идти в Китай не восточным, а западным путем. На картах того времени указывалось, что пролив, ведущий из Атлантики в Китай, должен находиться где-то на сороковой широте. Естественно, обнаружить у берегов Америки несуществующий проход в Китай Хадсону не удалось. Зато он исследовал реку, на берегу которой через 15 лет голландцы построили город. В 1664 году англичане дали ему имя Нью-Йорк, а реку потомки назвали именем Генри Хадсона. Но вернемся к путешествиям этого человека, точнее к последнему, поставившему не точку даже, а многоточие в биографии Хадсона. Когда для поиска северо-западного пути английская торговая компания снарядила небольшое судно Discovery с экипажем в 23 человека, капитаном его назначили Генри Хадсона, которому в то время было уже около 60 лет. Он был настолько уверен в успехе, что взял в дальнее плавание своего 14-летнего сына. В июне 1610 года между островами Баффинова земля и Лабрадор мореплаватель обнаружил широкий пролив, который впоследствии назовут его именем. Целый месяц капитан вел парусное судно по штормящему ледяному коридору, пока не вошел в залив, огромный как море. Несколько недель Хадсон пытался найти проход в океан, но его опять постигла неудача. Матросы роптали, не желая переносить трудности ледового плавания, а опытному навигатору Генри Хадсону, видимо, не хватило жесткости, чтобы поддержать дисциплину на корабле. И когда он высадил на берег главного мятежника, первого помощника Рубера Жуэ, команда вышла из повиновения. Особенно тяжело пришлось капитану, когда корабль сковали льды. Зимовка затянулась на 7 месяцев, недовольство команды достигло предела. Через три дня после того, как парусник освободился из ледового плена, на корабле вспыхнул бунт. Генри Хадсон и его сына и семерых верных капитану моряков мятежники оставили в шлюпке среди плавающих льдин без оружия и продовольствия. Это произошло 22 июня 1611 года. Корабль «Дискавери» вернулся в Англию через два месяца под командованием единственного уцелевшего офицера. Генри Хадсона и его товарищей больше никто никогда не видел. Но все же была слабая надежда, что моряки могли достичь побережья и поселиться у коренных жителей севера. А 300 лет спустя, недалеко от залива Гудзона, было обнаружено небольшое племя белокожих эскимосов с голубыми глазами, эскимосов, не похожих на остальных аборигенов Канады и Аляски. По одной из выдвинутых исследователями версий это потомки легендарного Генри Хадсона, имя которого увековечено на карте Северной Америки. И кто-то из вас сейчас, возможно, едет по улице Хадсона, слушая наше шоу на волнах Радио Русей.